Приветствую вас. Насколько понял я вашу проблематику, то мечта для вас это своего рода иная реальность. То есть, вот смотрите, родители вас в художественную школу отдавать не хотели и, значит, сказали вам, что выбирать сразу оттуда некому и, собственно, делать этого не так. Далее получилось так, что взрослых групп в художественной школе нет и мечта так и осталась мечтой. Но, знаете, в чем дело? Вы с детства мечтали красиво рисовать, вы с детства мечтали ходить в школу художественную. Значит, для вас это что-то значит. Вот именно мечта, именно мечта для вас что-то значит. И я думаю, я думаю, что она для вас значит не занятие какой-то деятельности, в отличие от, ну, мечты других людей. Я думаю, что для вас мечта это все же что-то иное. Ну, не знаю, может быть, вот смотрите, вы говорите, что муж ваш все деньги тратит на образование, решил покорить вселенную. Не очень понятно, всерьез вы это говорите или нет, но в любом случае, если проанализировать, например, ну, скажем, ваши отношения с родителями, то я уверен, что так же как и родители, ваш муж как бы говорит вам, что нет, сейчас ты этого не можешь сделать, сейчас ты, ну, как бы, сейчас этого нельзя и так далее. То есть, по сути, вы выбрали своим мужем те же отношения, то же взаимодействие, да, что и с родителями. И как родители не давали вам делать то, что вы хотели, так и муж, по сути, тоже думает в основном о себе. Ну, согласитесь, вот странный выбор немного, если вы говорите, что в связи в мечтах мечтали ходить в художественную школу, да, и, казалось бы, если бы вы этого хотели, то вы бы точно выбрали себе, ну, такого человека, который бы ни в коем случае вас ни в чем бы не ограничивал. Ага, получается, что, ну, получается так, что, ну, получается так, что вас, ваш муж ограничивает. Вот этот выбор, о том, что вы тем более его не вините, в такое ощущение, что вы привыкли в время сдачи, вы привыкли все время сжертвовать собой. И сжертвуя собой, вы оставляете для себя вот эту вот отдушину, отдушину, которая является вашей мечтой. Но при этом мечтаете вы о ней, ну, о школе, я имею в виду, художественной, и об умении хорошо, красиво рисовать, только в контексте иной реальности для вас. То есть это реальность, в которой вы там не должны быть никого сдачать, это реальность, в которой вы там ни на кого не оглядываете, это реальность, в которой у вас нет как раз нищеты, как вы говорите и так далее, кстати. Как вы относитесь к материальному состоянию и вообще, какова история вашего брака, если вам не нравится нищета, то почему вы вышли за мужчину, который считает себя нищим, который все деньги сливает в свое образование, то есть как бы образование хорошо, но, опять же, действовать, заниматься и самообразованием, но при этом в ущерб своей семье при наличии супруги, да, это, мягко говоря, странно. То самое, как, например, вот, если бы, допустим, ну, если бы у вас, например, родился бы ребенок, да, на выбор, вместо того, чтобы воспитывать его, да, там, заниматься, например, скажем, опять же, тем же самообразованием, да, вот, и это было бы странно. И так же странно и здесь тоже, потому что, ну, грубо говоря, образование для вашего мужчины, оно важно, хорошо, но курсы, это ваши, как я понял, они куда более краткосрочные по времени, и почему мужчина, значит, все-таки не позволяет вам этого делать непонятно. Далее, вы пишете о том, что вы боитесь открывать, значит, книжку, боитесь начинать что-то делать, боитесь начинать заниматься. Я для вас здесь тоже поясню, почему вы боитесь. Знаете, если, если то, что я думаю, это правда, то есть, я говорю сейчас сейчас именно о чем, а то, что я думаю, что мечта для вас это, вот, своего рода такая вот, измененная реальность, скажем, если я прав, то, естественно, вы, естественно, вы боитесь, потому что стоит вам начать заниматься этим, это уже совсем не мечта, получается, тоже обычное дело, которое, может быть, вас даже и не привлекает совершенно, тем более, что вы не работаете. Кстати, вот тоже, почему вы не работаете, если у вас нет детей, тоже не очень понятно, вот. Есть подозрение, что родители у вас были либо довольно строгими, либо напротив как-то вот не особо беспокоились о вас, и, собственно, есть подозрение, что вы просто-напросто не привыкли вот чего-то добиваться конкретного, как бы много внимания уделяя мечтам и находя удовлетворение именно в том, чтобы мечтать. Именно в том, чтобы мечтать, находя удовлетворение, но при этом, как бы, не совершая ничего конкретного для того, чтобы свою мечту реализовать. И здесь, как бы, возникает вопрос о том, что, от чего вы бежите, и насколько устраивает вас то, что вы сейчас делаете, ну, то, как вы сейчас живете, это тоже, на мой взгляд, очень важный вопрос к вам. Ну, что еще можно добавить? По-любому есть неуверенность в себе, и, по-любому, нужно работать со страхом, потому что то, что у вас имеется, это нерациональное ир-рациональное мистическое представление, и, ну, это просто-напросто снижать значение для вас, ваши же мечты для того, чтобы вы смогли что-то для себя делать. Потому что, ну, в противном случае, я боюсь, что... А я боюсь, что у вас ничего не получится, и вы так и будете, по сути, тело топтаться на месте. Вот. Есть, на мой взгляд, определенная доля проксинации у вас, но проксинация – это довольно сложный процесс, его нужно изучать, в каждом человеке он проявляется по-своему. Ну, я думаю, что для разрешения, кондентного разрешения того, о чем вы говорите, нужно все-таки проконсультироваться с вам несколько раз, с психологом приватным, для того, чтобы разобрать вашу проблему. Ну, а пока я думаю только, чтобы вы вообще сразили себя, нравится ли вам, как вы живете, для чего вам эта мечта, и что бы вы делали, если бы этой мечты у вас не было. Вот эти вопросы, на которые вам на них подумают самостоятельно. И как так получилось, что мужчина, все деньги, ваш муж, все деньги, которые у вас есть, у вас есть, но у него есть, он же работает, да? Как получилось, что все деньги он дразит на свое образование, и как получилось, что вы, желая вырваться из нищеты, не работаете? Вот это вот, на мой взгляд, очень важный, то есть, в тот же момент. То есть, есть противоречия, понимаете? Есть противоречия, их нужно разрешить для того, чтобы понять в итоге, какова ваша позиция, чего вы действительно хотите, а что является просто, кстати, квази-потребностью. Вот у вас мечта заниматься рисованием, это, мне кажется, квази-потребностью. То есть, потребность, что будет удовлетворять другому потребностью. Как это не парадоксально звучит. Ну, и, соответственно, это нужно разобрать, и тогда вы осознаете свои реальные потребности, и будете уже удовлетворять их, а время свое не будете тратить на то, что вам, в принципе, не нужно. Потому что, по моей стороне, поверьте мне, если бы вы действительно хотели заниматься рисованием, то вы бы дня не могли прожить без того, чтобы что-то нарисовать. То есть, творческий человек, в принципе, это человек, который не может без своей деятельности. Вы без своей деятельности обходитесь прекрасно, поэтому я думаю, что вам важно не столько рисование, сколько именно вот весь этот антураж похода в художественную школу, может быть, сама культура, сама атмосфера, вот этого вот, это может быть. Но, опять же, возникать вопрос, для чего вам это надо. И если вы хотите работать в художественной сфере, то, может быть, имеет смысл не мучить себя и не пытаться рисовать, а просто приобщиться к этой среде. Но не обязательно в качестве творца. Может быть, в другом качестве. Вы подумайте об этом тоже еще. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам полезен. Был, если понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Ну, а я желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно в своей жизни. Выбор у вас два, либо вы консультируетесь с психологом более подробно, разбираете все, что у вас есть, либо вы самостоятельно, используя те средства и наработки, которые я вам дал, старайтесь корректировать свое поведение. Выбор за вами. Мы за вас его не сделаем. И от этого вы найдете то, что вас ждет в дальнейшем. Всего доброго.